А сейчас ты узнаешь о самом драматичном периоде в истории британской монархии. Ужасный год королевы Елизаветы II, время распада королевских браков, принца и принцессы Уэльских, герцога и герцогини Йоркских, а также пожара Виндзорского замка и скандала вокруг отношений принца Чарльза и принцессы Дианы, завершившихся не менее скандальным разводом. Все это и многое другое в ролике «История против сериала Корона. Сезон 5». Привет, меня зовут Дмитрий и сегодня у нас на разборе предпоследний и пятый сезон популярной драмы от Netflix «О правлении королевы Елизаветы II». Сериал возвращается с новым актерским составом и происходит в новом десятилетии, в 1990-х годах. Новый сезон Короны не только собрал самый сильный и убедительный актерский состав, но и предлагает все, что мы ожидали от этой роскошной постановки. От тщательно проработанных костюмов и исторических деталей до оригинальных кадров фильма. А благодаря тому, что 1992 год стал таким богатым источником королевских скандалов, сюжетные линии стали более захватывающими, чем когда-либо. Я хочу сакцентировать внимание на том, что я не критикую фильмы или сериалы. Если вы смотрите обзор на моем канале, это как раз значит, что данное произведение мне понравилось. Смотря исторические фильмы, я в первую очередь получаю удовольствие от художественного произведения и прекрасно разделяю понятия фильм и история. А в пятом сезоне Короны в таком разделении по большей части даже нет необходимости. Но кое-какие моменты, я считаю, неплохо было бы разъяснить. Так что приятного просмотра. Поехали! Синдром королевы Виктории В 1953 году Елизавета спускает на воду королевскую яхту «Британия». В 1991 году Елизавета и Филипп совершают двухнедельный круиз уже на стареющем корабле «Британия». Опрос Sunday Times показывает, что половина британской общественности не поддерживает Елизавету, которая, как считается, слишком долго находилась на троне. Они хотят, чтобы она отреклась от престола, и Чарльз стал королем. Елизавета встречается с новым премьер-министром Джоном Мейджором в замке Балморал и просит правительство профинансировать ремонт яхты «Британия». Мейджор соглашается, несмотря на признание своего сопротивления. Позже Мейджор сообщает своей жене Норме, что ситуация с королевской семьей угрожает стабильности страны. В сериале, по данным опроса, 47% населения считают, что королева должна передать трон принцу Чарльзу. Более того, 88% считают, что из Чарльза получится хороший король. Это решительный вотум доверия 42-летнему принцу. И хотя сам опрос и не был придуман, но представление его в сериале было искажено, говорит историк Сара Гриствуд. Ключевой идеей в таблое до того времени было то, что Чарльз становится все более и более беспокойным, поскольку он искал значимую роль будущего монарха. И разговоры об отречении королевы были тревожащим фактором. Его страсть к сельскому хозяйству и архитектуре часто высмеивалась. А его позиции или речи по вопросам, включая окружающую среду и образование, заставляли некоторых критиков полагать, что он превысил свою конституционную роль. А бесконечные спекуляции о его браке с Дианой, принцессой Уэльской, были ключевой особенностью любого репортажа о принце. Их последующий распад брака в 92-м году часто называют фактором, повлиявшим на значительное снижение общественного энтузиазма по поводу раннего отречения королевы. Решение создателя сериала дать новую интерпретацию опроса, и газетная статья, которая его сопровождает, явно отсылает к названию эпизода «Синдром королевы Виктории». Эта фраза в сериале используется для описания ситуации, при которой общественность начинает воспринимать давно правящего монарха, как потерявшего связь со своим народом. Фраза «Синдром королевы Виктории» действительно использовалась в то время. Вопросы выхода на пенсию Елизаветы II обсуждались еще в 1980-м году, и к концу десятилетия придворные начали говорить о синдроме королевы Виктории, из-за которого нация может устать от стареющего монарха и паразитической королевской семьи. Мейджор действительно принял решение, что Британия больше не может позволить себе королевскую яхту «Британия». Решение, которое часто ошибочно приписывают Тони Буэру. Но в отличие от сериала, он официально описывал настоящую Елизавету II как «сострадательную, проницательную, хорошо информированную, прагматичную и мудрую, с непоколебимой приверженностью долгу». Историк Ричард Той описывает Мейджора как убежденного монархиста. В конце эпизода новый премьер-министр также изображен обсуждающим с принцем Чарльзом возможность отречения королевы, что сам Мейджор опроверг в своем выступлении. Позже Джон Мейджор также написал в письме в Daily Telegraph, что изображение королевы в этом сезоне будет слишком обидно для семьи, которая все еще скорбит по тому самому человеку, на жизни которого и была основана вся драма. Система. Филипп получает известие о смерти дочери близких друзей Неджболов. Чтобы помочь скорбящей Пенеопе, он знакомит ее со спортом и помогает организовать благотворительный фонд памяти о ее дочери. Диана узнает от друга Джеймса Колдхерста, что журналист Эндрю Мортон планирует написать довольно откровенную биографию. Она соглашается помочь Мортону, рассматривая книгу, как шанс рассказать свою версию истории. Чтобы избежать прямого контакта, Мортон дает Колдхерсту вопросы для передачи Диане, а та, в свою очередь, записывает ответы на пленки, которые Колдхерст передает Мортону. Пенеопа сообщает Филиппу о слухах, касающихся Дианы и ее связи с Мортоном. Филипп предупреждает Диану о последствиях неверности во время неожиданного визита. Книга Мортона публикуется на фоне растущей напряженности между Дианой и королевской семьей. Нейчбулы были очень близки с королевской семьей. Принц Чарльз был шафером на их свадьбе в 1979 году, а Нортон был внуком лорда Маунтбетена, с которыми Чарльз и принц Филипп были очень близки. Младшая дочь Нортона и Пенеопы, Леонора, умирала в 1991 году от рака почки, и на ее имя был создан благотворительный фонд. Пенеопа и ее муж Нортон на протяжении многих лет поддерживали невероятно тесную связь с британской королевской семьей. «Это правда, что Пенеопа и Филипп сблизились и приняли участие в соревнованиях по езде на каретах», говорит историк Трейси Борман. Но любой намек на близкие отношения между ними является чисто спекулятивным. На самом деле, похоже, все было наоборот. Джеймс Колхёрст был близким другом Дианы, а в 1991-1992 годах стал посредником между принцессой Уэльской и ее биографом Эндрю Мортоном. Они дружили еще до замужества Дианы с Чарльзом, когда она еще была леди Дианой Спенсер и работала няней в Лондоне. Описанный как мелкий аристократ, Колхёрст получил образование в Итане и происходил из богатой семьи. Позже Колхёрст рассказал, что Диана с огромным энтузиазмом рассказывала свою историю. Но действительно ли события развивались таким образом? По мнению Мортона, да. «Мне очень хотелось поговорить с принцессой напрямую, но об этом не могло быть и речи. При росте под 195 сантиметров и как писатель, известный сотрудником дворца, я вряд ли остался бы незамеченным», – сказал Мортон. «Поэтому я взял у нее интервью по доверенности, задав свои вопросы Джеймсу Колхёрсту, который затем провел с ней шесть записанных на пленку интервью в ее гостиной в Кенсингтонском дворце. Позже он рассказал о моменте в кафе. Все вокруг едят и болтают, а я надеваю наушники, включаю магнитофон и слушаю. Как Диана говорит о булимии, о которой я никогда не слышал, о ее попытках самоубийства, об этой женщине по имени Камила Паркер Боулс. Это было похоже на попадание в параллельную вселенную». Момо. В 1946 году в Александрии, Египет, уличный торговец Кока-Кола и Мохаммед Альфаед ненадолго знакомится с герцогами и герцогиней Виндзорскими. В 1979 году ныне богатый бизнесмен покупает отель Ридс в Париже. Мохаммед приказывает своему сыну Доди уволить чернокожего официанта Сиднея Джонсона на приеме, но снова нанимает его после того, как обнаруживает, что он был коммердинером герцога Виндзорского. Джонсон обучает Мохаммеда британским обычаям и этикету. Мохаммед покупает магазин Харетс и становится исполнительным продюсером фильма «Огненные колесницы», который получает премию Оскар за лучший фильм. В 1986 году после смерти герцогини Виндзорской Мохаммед арендует и восстанавливает виллу Виндзоров. На королевской конной выставке в Виндзоре Мохаммед встречает Диану и он знакомит ее со своим сыном Додди. Говорят, что настоящий Мохаммед Файет родился в Александрии в 1929 году. Этот год часто оспаривается и был старшим сыном учителя начальной школы. Как и показано в драме, настоящий Файет работал продавцом кока-колы и швейных машин. А позже, в 1954 году, женился на Самире Хашоги, сестре саудовского бизнесмена и международного торговца оружием Аднана Хашоги. Мохаммед назвал их сына, родившегося в 1955 году, и Матаддин Мохаммед Абдальмун Им Аль-Файет, он же Додди. Хотя Файет и Самире развелись в 1956 году, Мохаммед сделал себе имя в компании Хашоги, прежде чем основать свой собственный судоходный бизнес. Затем в драме мы переносимся в 1979 год, когда Мохаммед постарше заработал состояние и пожелал купить отель Ритц в Париже в сопровождении своего уже взрослого сына Додди. На самом деле Файет переехал в Великобританию в 1974 году, добавив к своему имени артикль «Аль» и к концу 70-х годов уже накопил огромное состояние в европейских холдингах. Хотя Аль-Файету удалось совершить престижную покупку отеля Ритц в Париже, в 1979 году он по-прежнему сталкивался с отпором со стороны высших социальных эшелонов, к которым он так стремился присоединиться. В 1970-х годах британский сатирический журнал Privat Eye прозвал Аль-Файета фараоном фальшивым. А когда в 1995 году Аль-Файет подал заявление на получение британского паспорта, консервативное правительство ему отказало. Сидней Джонсон действительно был личным коммердинером герцога до самой смерти Эдварда в 1972 году от рака горла и продолжал служить герцогине до 1973 года. Аль-Файет заручился помощью Джонсона в покупке и уходе за бывшим домом изгнанной пары. После покупки и реставрации Лебуа, Аль-Файет планировал превратить это место в музей, переименованный виллу Виндзор, который будут посещать только историки, члены британской королевской семьи, деятели, друзья и важные гости отеля Ритц. Джонсон сыграл решающую роль в сохранении бывших владений герцога и герцогини в видении Аль-Файета. Мохаммед тщательно копировал поведение британской знати. У него был особняк в Мейфере, было загородное поместье, он летал на собственном вертолете. Вертолеты тогда вошли в моду благодаря сестре королевы принцессе Маргарет. Он посещал все нужные мероприятия и занимался правильной благотворительностью. Именно на его деньги и был снят оскароносный фильм «Колесница огня», которым до сих пор гордится Британия. Аль-Файет с сыном вложили почти 2 миллиона фунтов стерлингов в создание фильма. Основал кинопроизводственную компанию «Огненные колесницы». В отличие от изображения в короне, где Доди обращается к своему несогласному отцу с просьбой о финансировании фильма, Мохаммед в 2016 году сказал, «Я не колебался, когда Доди попросил мне профинансировать производство. Это был британский фильм, но давайте, если честно, без египетских денег его бы не было». Мохаммед Аль-Файет приобрел Харетс в 1985 году за 615 миллионов фунтов стерлингов. Этому предшествовала пятилетняя борьба за магазин с бизнесменом Тайни Роландом. В этом эпизоде, хотя он и надеется привлечь внимание королевы, но к нему вместо этого на Кубке Пополо присоединяется Диана. На самом деле Диана познакомилась с Аль-Файетом через свою мачеху Рейн Спенсер, которая была членом совета директоров Харетс, хотя также общалась с Мохаммедом на поло и благотворительных мероприятиях. Эпизод заканчивается короткой, но ключевой встречей Дианы и Додди, которая действительно произошла на матче Пополо в 1986 году. Ужасный год. Эндрю просит у Елизаветы разрешения расстаться со своей женой после публикации компрометирующих ее фотографий. А недавно разведенная Анна объявляет о своем намерении выйти замуж за Тимоти Лоуренса. Чарльз утверждает, что его семейные проблемы повлияют на королевскую семью. В Виндзорском замке вспыхивает пожар, уничтоживший более ста комнат. Во время обеда, по случаю своего рубинового юбилея, Елизавета произносит речь, описывая 1992 год как «Анмус Ариблис», что в переводе с латыни означает «ужасный год». В речи королевы, по случаю 40-летия ее престола наследия, она назвала 1992 год «ужасным годом». Что же случилось с королевской семьей в этом году? В январе 1992 года принц Эндрю, герцог Йоркский и его герцогиня Сара сообщили королеве, что их брак фактически расторгнут. Характерно то, что она попросила их подождать, прежде чем принимать какое-либо определенное решение. Но позже, в том же месяце Daily Mail опубликовала фотографии Сары Фергюсон с американским миллионером Стилом Лайтом. И уже в марте было объявлено, что герцог и герцогиня Йоркские действительно расстаются. А в апреле уже развод принцессы Анны с капитаном Марком Филлипсом стал окончательным. В июне вышла публикация книги биографа Эндрю Мортона «Диана. Ее правдивая история», изобличающее изображение того, что Диана считала бесчувственным мужем и равнодушной монархией. Королева и принц Филипп провели кризисную встречу с уэльсами в Виндзоре и призвали к более активным усилиям. Но эти шаги потерпели неудачу из-за нежелания Дианы, а также из-за растущих доказательств того, что она сотрудничала с Мортоном в написании книги, чтобы рассказать свою историю. На мировой арене было больше проблем. Визит королевы и принца Филиппа в Австралию в феврале 1992 года был встречен менее восторженно, чем во время предыдущих поездок. Во время государственного визита в Германию в октябре, где память о бомбардировках королевскими войсками была еще сверстно, во время поездки в Дрезден королеву забрасывали яйцами. И абсолютно провальная ноябрьская поездка Чарльза и Дианы в Корею. 20 ноября 1992 года, в 45-ю годовщину свадьбы королевы, огонь от фонаря охватил сотню комнат Виндзорского замка, исторического дома монархии, не подлежащего страхованию. Когда Елизавета II прибыла, чтобы осмотреть ущерб, ее опустошение было ясно видно. Травма усугубилась, когда пресса и общественность отвергли заявление консервативного правительства о том, что нация оплатит многомиллионный счет за ремонт. Год, к сожалению, для членов королевской семьи еще не закончился. В декабре 1992 года Букингемский дворец объявил, что с сожалением принцы принцессы Уэльские решили расстаться. Были и более приятные новости. Когда всего за несколько дней спустя принцесса Анна вышла замуж за коммодора Тимоти Лоуренса. В церкви Крэти в городе Крэти, недалеко от Балморова, церковь Шотландии, в отличие от церкви Англии, разрешала повторный брак после развода. Но церемония была почти чрезмерно сдержанной. Королева была одной из 30 гостей, угощавшихся сэндвичами. Путь вперед! После разрешения Елизаветы, позволяя Чарльзу и Диане расстаться, старшие члены королевской семьи создают неформальную группу советников, чтобы найти способы улучшить имидж монархии. Группа предлагает лишь незначительные меры. В этот момент Бульварная газета публикует стенограмму интимного телефонного разговора между Чарльзом и Камилой, произошедшего тремя годами ранее. Чтобы улучшить свой публичный имидж, Чарльз дает интервью на ITV, где она отодвигает это интервью на второй план, посетив ночь премьеры мероприятия, в наряде, который СМИ окрестили платьем мести. Анна отчитывается перед старшими членами королевской семьи после встречи с Чарльзом, заявляя, что он выходит из скандала значительно сильнее, чем когда-либо. Что представляла собой группа «Путь вперед»? Описанная Ордом Чемберленом как неформальный военный совет, эта группа высокопоставленных членов королевской семьи и чиновников, сформированная в 1990-х годах, стремилась проложить новый путь для монархии, чтобы она могла выжить в быстро меняющемся мире. На самом деле группа «Путь вперед» согласилась на некоторые более радикальные реформы, чем показано в сериале. По данным Financial Times, гражданский список был урезан. Гражданский список – это ежегодная сумма, выплачиваемая парламентом для покрытия рабочих расходов королевской семьи. В нем остались только королева, принц Филипп и королева-мать. Королева согласилась сама финансировать рабочие расходы других членов королевской семьи. Королевская семья также предпочла сама покрыть расходы на восстановление пострадавшего от пожара Виндзорского замка. Эд Олэнс говорит «Тысячи читателей купили воскресную газету The People, чтобы получить копию полной стенограммы разговора». Хотя создатели короны внесли некоторые художественные изменения, но смысл практически дословно взят из реальной стенограммы. Когда записи были опубликованы в журнале People в 1993 году, они действительно вызвали широкий резонанс. Как показывается в Короне, Чарльз действительно дал интервью Димблби в специальном телевизионном выпуске «Чарльз – частный человек, общественная роль», который вышел в эфир в июне 1994 года. В этом интервью он признал измену, показал отсутствие симпатии к Диане и тревожную дистанцию от своей семьи. В этом эпизоде подразумевается, что Диана выходит в своем культовом платье мести после просмотра интервью Чарльза. На самом деле, Диана надела это платье в тот же вечер, когда интервью вышло в эфир 29 июня 1994 года. Она присутствовала на мероприятии в Лондонской галерее и откровенное асимметричное черное платье вскоре попало в заголовки газет. Конечно, надев это платье, она также бросила вызов Чарльзу за место на первых полосах газет на следующее утро после его интервью с Джонатаном Димблби. Так называемая война у Эльсов действительно началась. Дом Ипатьева. В 1917 году британское правительство просит короля Георга V и королеву Марию поддержать отправку военного корабля в Россию, чтобы доставить царя Николая II и его семью в Соединенное Королевство. Местные большевики казнят Романовых. В 1992 году королева принимает президента России Бориса Ельцина в Букингемском дворце. Ельцин приглашает королеву с государственным визитом в Россию. Королева ставит условия эксгумацию и перезахоронение останков Романовых. Ельцин соглашается, а принц Филипп помогает идентифицировать останки посредством анализа ДНК, предоставляя свои образцы. Во время государственного визита в Россию Филипп признается королеве, что искал интеллектуального общения в другом месте. Причем самым близким другом была леди Ромси. Королева приглашает леди Ромси выступить на публике вместе с королевской семьей, чтобы развеять слухи о любых нарушениях. В этом эпизоде королева и Филипп едут в Москву с государственным визитом. Такой визит действительно состоялся в 1994 году. По данным The Guardian, визит в Москву положил конец более чем 70-летнему отчуждению между Кремлем и королевской семьей Европы. Ельцин прекрасно осознавал важность момента и планировал роскошную поездку, включающую посещение балета Большого театра. Королева также упомянула этот визит в своей рождественской речи в том же году, заявив «Я никогда не думала, что в моей жизни будет возможность присоединиться к патриарху Московскому и его прихожанам на службе в этом чудесном соборе в самом сердце Московского Кремля». Герцог Эдинбургский на самом деле предоставил часть своей ДНК, чтобы помочь научно определить, были ли это останки Романовых. Кости Николая, его жены Александры, трех их дочерей и четырех семейных вассалов в конечном итоге были выкопаны в 1991 году для проведения судебно-медицинской экспертизы. Как сообщала BBC в 1998 году, для своих исследований ученые извлекли из земли останки Николая, брата царя Георгия. Принц Филипп, муж британской королевы Елизаветы и родственник Романовых, предоставил для расследования образец своего ДНК. Хотя было подтверждено, что кости принадлежат Романовым, организовать их захоронение оказалось сложно. Помимо того, что православная церковь отказывалась признать, что кости на самом деле принадлежали Романовым, различные города России боролись за честь стать местом последнего покоения династии Романовых. Похороны, наконец, состоялись в 1998 году. Царь Николай II, его жена и трое его детей были похоронены в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. Неопределенность. Принц Уильям начинает посещать Итанский колледж. Диана борется с разлукой и меняющимися отношениями с сыном. Мартин Башир, журналист программы текущих новостей BBC Panorama, завоевывает доверие Чарльза Спенсера брата Дианы. Башир утверждает, что сотрудники Чарльза и Дианы шпионят в пользу служб безопасности. Диана знакомится с хирургом Хаснатом Ханом. Чарльз Спенсер знакомит свою сестру Диану с Баширом. Башир уговаривает Диану снять интервью, чтобы рассказать свою историю в ответ на документальный фильм Чарльза. Диана и Хан вместе смотрят фильм, а затем целуются. Башир подбадривает Диану, несмотря на ее чувство неуверенности. Как мы видим из пятого эпизода, принц и принцесса Уэльские официально расстались в 1992 году. После интенсивной спекуляции об их отношениях в таблоидах и совместной официальной поездки в Южную Корею в ноябре, во время которой они выглядели максимально несчастными. Королевские высочества не планируют разводиться, подтвердили в заявлении Букингемского дворца в декабре того же года. Чарльз и Диана продолжали совместно воспитывать своих сыновей, принца Вуильяма и Гарри. Но с этого момента пара стала жить отдельной жизнью. Принц Чарльз в Сент-Джеймском дворце, а Диана проживала в квартире Кенсингтонского дворца. Развука оставила Диану, как говорится в названии эпизода, вне определенности. Ни замужней, ни одинокой, ни королевской, ни свободной. На самом деле принцесса позже описала расставание, как момент, когда она почувствовала, что выдохлась. В августе 1995 года Мартин Башир, тогда 32-летний репортер, встретил брата Дианы, Чарльза Спенсера в семейном поместье Оутроп. Башир в этой истории проявил себя ненадежным, лукавым и нечестным. Весь обман был тщательно спланирован. Чтобы добиться интервью, Башир предоставил графу Спенсеру и принцессе Диане сфальсифицированное доказательство, в которых ложно утверждалось, что службы безопасности платили двум высокопоставленным придворным за информацию. А графический дизайнер Мэтт Луизлер рассказал, что по просьбе Башира изготовил два фальшивых бланка банковских переводов на имя бывшего начальника охраны семьи Спенсеров Алана Уоллера. Но главное, что зацепило Спенсера, это ложное заявление Башира, будто личный секретарь принца Чарльза Ричард Эйвард и личный секретарь Дианы Патрик Джеффсон также участвовали в заговоре против Дианы. К 1995 году Диана уверила себя, что имеет врагов наверху и была уязвимой и беспокойной. «Я думаю, она только и искала этому подтверждение», – сказал Чарльз Спенсер. С тех пор BBC принесли безоговорочные извинения за способ получения интервью. Диана действительно связалась с хирургом Хаснатом Ханом после их встречи в августе 1995 года, и они оставались в отношениях до 1997 года. Порох Диана и Хан продолжают свои отношения. Генеральный директор BBC Джон Бирд дал Баширу и его редактору Стиву Хьюллетту добро на проведение интервью. Чарльз Спенсер отмечает несоответствие в рассказах Башира и советует Диане прекратить контакт. Но Башир убеждает Диану продолжить. Башир и его команда снимают интервью с ее королевским высочеством принцессой Уэльской в секрете в квартире Дианы в Кенсингтонском дворце. Просматривает снятый материал. Бирд ошеломлен взрывным содержанием и опасается выпускать это в эфир, но не запрещает. Диана сообщает королеве об этом интервью перед его трансляцией, которая, как отмечает королева, приходится на 48-ю годовщину свадьбы ее с принцем Филиппом. Операция по доставке Мартина Башира и его команды в Кенсингтонский дворец была реальной. Независимое расследование 2021 года показало, что они были замаскированы под продавцов аудиосистем, чтобы получить доступ к квартирам Дианы. Во дворце узнали о интервью только через 6 дней после того, как оно произошло. Когда появилась эта новость, вспоминает Дик Арбитер, тогдашний помощник пресс-секретаря дворца, все посмотрели друг на друга и спросили, кто такой Мартин. Предположение короны о том, что могло произойти за закрытыми королевскими дверями, приводит к тому, что королева говорит Диане. Ты жена моего старшего сына, мать моих внуков и важный член нашей семьи. И поэтому я каждый раз защищаю тебя преданно, решительно, до конца. В этот момент на лице Дианы, кажется, мелькает сожаление. Журналистка и биограф Тина Браун услышала иное от головы Лалвани, предпринимателя, который некоторое время встречался с Дианой в 1997 году. Лалвани рассказал мне, что по словам Дианы, она не сожалеет об этом интервью и сказала именно то, что она и хотела сказать на камеру. Принцесса поняла, говорит Браун, что это послужило ее цели, представить себя перед британской публикой, как преданную женщину перед все более неизбежным разводом с Чарльзом. 20 ноября 1995 года в эфир вышло эксклюзивное 54-минутное интервью Башира с Дианой. В ходе интервью она призналась супружеской измене и рассказала об отношениях принца Чарльза с Камиллой Паркер Боулс, произнеся знаменитую фразу «В этом браке нас было трое, поэтому было немного тесновато». Она также откровенно рассказала о своих трудностях с послеродовой депрессией и булимией. Как показано в сериале, самым противоречивым элементом для членов королевской семьи стал ответ Дианы на вопрос «Станет ли Чарльз королем?» что она ответила «Роль принца Уэльского – это очень ответственное дело, но все-таки быть королем – это совершенно другое дело. И с титулом принца Уэльского можно иметь больше свободы, а будучи королем можно просто задохнуться от всех ограничений. И потому что я знаю, как бы к этому отнесся мой муж, к этой ответственной работе, как я ее называю, это принесло бы ему огромные нравственные переживания. И я не знаю, смог ли бы он адаптироваться к этому». После интервью возникло огромное чувство общественной поддержки Дианы. Более 80% респондентов специального телефонного опроса сообщили, что они приняли сторону Дианы в этой войне. Именно в этот момент действительно разгорелась общественная дискуссия о том, может ли преемственность после Елизаветы II пропустить одно поколение. Однако интересно то, что хотя рейтинги принца Чарльза упали, рейтинги самой королевы остались устойчивыми. Возможно потому, что она продолжала воплощать все семейные ценности старшего поколения в то время, когда молодые члены королевской семьи были замечены в столь впечатляющем плохом поведении. Мартин Башир впоследствии получил телевизионную премию BAFTA и титул журналиста года Королевского телевизионного общества. А последующие вехи в карьере включали интервью с поп-звездой Майклом Джексоном. Он ушел с поста редактора BBC по вопросам религии в мае 2021 года. Назвал причиной своего ухода текущие проблемы со здоровьем. Его уход из BBC совпал с расследованием его интервью Панораме с Дианой. С тех пор BBC принесли безоговорочные извинения за способ получения этого интервью. А Джон Бирд назвал обман Башира одним из величайших преступлений в истории телерадиовещания. Пара номер 31. Королева пишет Чарльзу и Диане, советуя им развестись. Диана рассказывает о последствиях интервью Панораме и окончании ее отношений с Ханом. Поскольку Чарльз и Диана не могут договориться об условиях урегулирования, королева просит мейджора выступить в качестве посредника. Чарльз прибегает к услугам руководителя по связям с общественностью Марка Боланда, который советует ему согласиться на условия Дианы, чтобы Чарльз и Камила смогли улучшить свой общественный имидж. Чарльз и Диана соглашаются на мировую. Чарльз навещает Диану в ее квартире, где они почти помирились. Прежде чем разговор переходит к их браку, после чего они снова спорят, что побуждает Чарльза уйти. Наконец, государственный служащий оформляет документы о разводе. Эпизод заканчивается кадрами кинохроники свадьбы Чарльза и Дианы. Королева Елизавета написала письмо своей невестке. «Я проконсультировалась с архиепископом Контерберийским, с премьер-министром и, конечно, с Чарльзом. И мы решили, что лучший выход для тебя – это развод». Всего через несколько дней после того, как были отправлены письма королевы 21 декабря 1995 года, Букингемский дворец объявил о разводе. Их точка зрения, поддержанная герцогом Эдинбургским, заключается в том, что скорейший развод желателен. В соглашении указано, что пара будет разделять опеку над принцами Уильямом и Гарри. Поскольку Диана не была официальным членом королевской семьи, ей пришлось отказаться от титула ее королевское высочество. Но ей разрешили сохранить титул принцесса Уэльская. Диана также сохранит полный доступ к частным самолетам королевской семьи и своим апартаментам в Кенсингтонском дворце. Она также могла использовать парадные апартаменты во дворце Сент-Джеймс для развлечений и оставить драгоценности, которые она приобрела во время брака с Чарльзом. Финансовое урегулирование между парой таки не было подтверждено. Но, как полагают, Диане была выплачена единовременная сумма в размере 17 миллионов фунтов стерлингов и ежегодная выплата в размере 400 тысяч фунтов стерлингов. Ричард Той рассказал, что Джон Мейджор действительно встретился отдельно с королевой, с Чарльзом и Дианой, чтобы обсудить этот вопрос перед разводом пары в 1996 году. Помимо этого, имеется мало информации о роли Джона Мейджора в бракоразводном процессе между Чарльзом и Дианой. Он по-прежнему не раскрывает информацию о разговорах, которые действительно имели место между ним и монархией в то время. Списанные Лейбористская партия во главе с Тони Блэром с большим перевесом побеждает на всеобщих выборах 1997 года. Поскольку Блэр ясно дал понять, что он не будет финансировать новую яхту на деньги налогоплательщиков, а его предложение о частном финансировании было отклонено королевой, она решает вывезти яхту Британия из эксплуатации без замены. Диана и ее сыновья приглашены Мохаммедом Альфаедом на отдых в Сент-Тропе. Чарльз едет в Гонконг, чтобы произнести речь по случаю передачи Гонконга Китайской Народной Республики. После церемонии передачи он встречается с Тони Блэром на яхте Британия, чтобы обсудить модернизацию монархии. Перед выводом из эксплуатации Британии, королева возвращается на яхту для частного прощания. Реальные отношения Тони Блэра с королевской семьей действительно были довольно непростыми. Блэра игнорировали королевские традиции. Жена премьер-министра Шерри отказалась делать реверанс. И пара также не любила посещать Балморов, любимое место отдыха королевы. В сериале Мохаммед Альфаед приглашает Диану на отдых в Сент-Тропе. Этот отпуск действительно случился в июле 1997 года. Диана остановилась на новой роскошной яхте Альфаедов в Джонкио в Сент-Тропе. Она также поселилась в семейном поместье с 30 спальнями вместе со своими сыновьями Уильямом и Гарри. Фотографы на несколько дней разбивали лагерь на французской ривьере, пытаясь сфотографировать Диану и Додди вместе после слухов о их романе. На протяжении всей последней серии короны мы наблюдаем, как королева борется за государственное финансирование для ремонта яхты Британии. И нетрудно понять почему. Британия преодолела с ее величеством более миллиона морских миль. Была единственным королевским домом, в котором королева чувствовала себя способной по-настоящему расслабиться. На этом у меня все, а пока, пока.